Впервые в мире 16 борцов со всей Украины сойдутся в бескомпромиссных поединках по бразильскому джиу-джитсу в ги и ноу-ги в рамках реалити-шоу Львы ТМС. Миссия – досрочная победа в каждой схватке. Цель – стать чемпионом проекта. Их наставниками станут черные пояса по бразильскому джиу-джитсу Евгений Скирда и Виктор Горбовский. Это Львы ТМС, и мы начинаем. В этом выпуске Львы ТМС. Виктор Черненко, несмотря на травму, обещает победить Константина Шутко. С травмой, не с травмой, отдамся на 100%. И постараюсь все равно выиграть. А Сергей Красовский пожелал Роману Непоте хорошей борьбы в свою пользу. Роман, хочу тебе пожелать удачи, хорошей борьбы, победить сильнейший. Это буду я. Львы ТМС. Украинский прайд. Львы ТМС. Украинский прайд. Львы ТМС. Украинский прайд. Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Правильно? Поэтому сегодня мы решили, в связи с тем, что у нас день отдыха, устроить еще такой кулинарный батл. Команда у нас есть. Минимальный пакет продуктов мы приготовили. Но посоревнуйтесь, кто приготовит вкуснее из того, что есть. Все ваше в распоряжение. Мангалы, дрова, зажигалки. Все делайте сами. Мы только наблюдаем. А мы потом оценим, у кого получится вкуснее. Видите, это команда готовит соус. Толик, у тебя опыт, да? Говорят, ты в ресторане работал? Ну, а нарезал овощи, честнее в цебуле. Ну, подглядывал все равно за шеф-поваром, да? Да, так, чтобы не заметил. Понятно. Хорошо, пойдемте посмотрим, что там наша вторая команда делает. Посмотрите, какие овощи. Да. В специях, тут есть 8 специй. Они так выглядят, что прям можно их сырыми скушать. Ну, не надо. Пока не можно, да? И там уже у нас есть, значит... Мясо замариновано? Мясо замариновало. А что они вот хотят вас обойти? Какой-то соус секретный сделать? У вас нет таких планов? Главное не соус, главное мясо. Сто процентов. Хочу сказать, что у этой команды преимущественный мангал. Если посмотреть более внимательно, то у них мясо такое, получается, ну, просто золотистая корочка. Ну, я не знаю, хочется его сейчас уже съесть. А здесь как бы, ну, попроще немножко, да, потому что мангал открытый. Но окончательный свой вердикт я смогу сказать уже, когда продегустирую. Ребята, у нас приготовили, ну, один был набор продуктов, куриное мясо, куриные бедра и овощи. Но, да, вот, Ванька подсказывает, что вторая команда проявила также креативность и приготовили гренки с чесноком. Такой аромат, ну, супер. Но команда легковесов приготовила соус. Правда, они мешали его поленом, это единственный минус. И я не уверен в его чистоте, этого полена. Но, тем не менее, придется пробовать. Друзья, ну, как я уже сказал, мясо отличное, все прожарено. Немного недосольное, но это не принципиально, соль можно всегда добавить. Пробуем мясо второй команды. Изюминка этого мяса. Это капец. Вообще, да. Я, да? Это капец, я просто выварил. Ну, я сразу вторую попробовал. Да, согласен, какая-то копченая, да, есть такая? Друзья, ну, видите, мы тут подходим к тому, что есть и плюсы, и минусы. У первой команды плюсы. Соус был изготовлен. Также у них мясо получилось специфическое такое, подкопченное. Ну, почему? Потому что им попался мангал более выгодный. Но это тоже фактор везения. Они его использовали. Да, они его грамотно использовали. И подача очень красивая. Ну, так более профессионально. Специи отдельно. Отдельно салат. Это плюсы первой команды. По второй команде. У них гренки с чесноком шикарные. И овощи на мангале тоже супер. Друзья, ну что, мы продегустировали с членами жюри ваши блюда. Есть и плюсы, и минусы определенных команд. В частности, команда группы А. Вы группа А или группа Б? Я уже забыл. Вы группа победителя. В общем, команда справа от меня. Плюсы. Оригинальность. Гренки с чесноком шикарные, однозначно. Овощи. Овощи, которые были приготовлены на мангале, супер. Из минусов. Само мясо оказалось хуже по вкусу, чем у ребят слева. Потому что, ну, у них грамотно они использовали преимущество их мангала. Теперь, ребята, команда, которая находится слева от меня. Серега, какие у них плюсы? Ну, не знаю, мне понравилась презентация, классно. Прям отдельно соус подали, салатик, мясо. Ну, мясо отдельно, the best. Вот вам пятерочка мяса зашло очень вкусно. Реально. Единственное, что ни одна команда не сделала. Было неудобно. У вас были ножи, надо было мясо немножко порезать и подать его какими-то кусочками, чтобы мы не мучились со шкуркой. А вообще, реально конкурс зашел. Потому что, вы знаете, у нас джицеры говорят, и нам наша съемочная группа говорит, давайте какие-то лица какой-то, чтобы... У нас же семья. Мне кажется, сегодня этот конкурс нас объединился. Все работали командно, четко, было весело. Распределили их, кто чем занимается. С Костром помучались, но все получилось. Все классно. Ну и совместным решением мы решили, что все-таки сегодня победили две команды. У вас было все классно. Боевая мячья! Спасибо вам! Да, друзья, у нас сегодня гость Юрий Прохоренко. Он является мастером спорта по вольной борьбе и коричневым поясом по браздистскому джиу-джитцу. Также он чемпион Европы по браздистскому джиу-джитцу в Курпурах в категории мастерс. Он уже... Сколько лет ты, Юра, джиу-джитс именно занимаешься? Четыре года. То есть четыре года занимается джиу-джитсом, но до этого он занимался вольной борьбой и совместил элементы вольной борьбы, тейкдауны, то есть заточил их под джиу-джитс. Потому что, как мы знаем, что не все броски одинаково полезны в специфике браздистского джиу-джитса. Где-то вы можете проводить бросок, отдать при этом позицию или отдать шею и так далее. Поэтому Юра сегодня нам покажет основные элементы именно из вольной борьбы, которую он заточил уже под специфику браздистского джиу-джитса. Ребята, я интерпретировал проходы в ноги, защиту под джиу-джитсу. Это будут проходы в две ноги, в одну ногу и защита от прохода в ноги и одной ноги тоже. Я проходник Юрий Валерьевич, борьба прошла со мной, на данный момент со мной всю жизнь. Сегодня я показывал проходы в ноги. Это основа вольной борьбы, которые некоторые, там их очень много. Но я выбрал те, которые работают в джиу-джитсу и которые мне помогают выигрывать эти соревнования. Ну, либо в схватке. И специфика тяжей в джиу-джитсу, они борются в стойке. Вот то, что мне надо, как бы то, что я применяю. Вот сегодня ребятам показывал проход в одну ногу, проход в две ноги и защита от прохода в ноги. Ребятам могу пожелать только самое главное без травм. И, ну, конечно, успехов, как бы и не расстраиваться, если там будут поражения, сделать выводы, идти вперед, строить свою карьеру с головой. Все, сразу атака сам, да. Хорошо. Оп. Хорошо. О своем сопернике могу сказать, что хороший парень, хорошего уровня, техничный, плотный, хорошо заходит на ноги. Про своего соперника я могу сказать то, что он сильный парень. Я видел, как он боролся с Стасевым. Видно то, что он крепкий. Я видел, как он берет захваты. И могу сказать то, что если он вцепится либо в ногу, либо в руку, это принесет очень много мне проблем. Свою форму оцениваю хорошо. Психологически все отлично. Единственный минус, что есть небольшая травма, может, большая. Единственное, что мне мешает очень. Да, люди могут сказать, у него была травма колена, он работал не в полную силу, из-за этого ты его победил. Но эти люди не знают то, что у меня, например, тоже есть травма, с которым я приехал на этот проект. Я про это молчу и никому это не показываю. Я это профессионально прячу. План действий такой, чтобы эта травма как можно меньше мешала мне. То есть надо находиться в таких позициях, где оно не будет так сильно сказываться. Я считаю то, что жребень. Как жребень легла, так и мы должны как с этим работать. Ему так вот повезло. Вот он вытащил бумажечку, вытащил жребень, значит все, он должен бороться. Первое, что я считаю, что я выиграю. Там уже с травмой, не с травмой. Будет болеть, не болеть. То есть я отдам себя на 100%. И постараюсь все равно выиграть. Работай, атакую. Мы не позволяем их сближаться. Отлично. Все, сразу, сам, сам сразу. Сразу атака. Не ждать. Хорошо. 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 Соперник у меня будет Роман. Я надеюсь, что у меня все получится. Но он старше и физически крепче, и больше, что дальше тренируется. Будет с ним интересно побороться. Но тут, так как тут борьба не на баллы, а на submission only, то может быть всякое. И может я его подхвачу и выиграю засрочно. Он очень опытный борец. По опытности он такой же, в принципе, как и я. То есть он отъездил все те же турниры. Он отборолся даже в некой мере больше. Потому что, будучи юниором, он почти каждые выходные был на соревнованиях. Я думаю, что борьба будет очень техничная, хорошая. Я уверен, что Сергей покажет достойную борьбу и даст хорошее сопротивление. Сейчас главное для меня собраться силами, набраться злости, так сказать, характера, настроиться на победу, на борьбу. Я думаю, что в этой схватке решит даже не опытность, не возраст, не пояс, а решит характер человека, решит настойчивость и уверенность в своих действиях. Роман, хочу тебе пожелать удачи, хорошей борьбы, победить сильнейший. Это буду я. Львы ТМС, пятая серия. У нас уже прошла стадия 1-8 финала. Было много интересного грэплинга, но все фавориты не удивили и прошли в четвертьфинал. Состав участников в 1-4 просто бомбический. Поехали. Виктор Черненко, город Днепр. Константин Шутко, город Кропивницкий. Первый четвертьфинал. Константин Шутко, человек-ахилл и, между прочим, базовый каратист. Против Виктора Черненко, тренера по боксу. Пожали руки. Слушаем мои команды, не нарушаем правила. Желаю удачи. Время. Начали. Интересную борьбу нам с вами предстоит наблюдать. Боксер против каратиста. Шутко сразу применяет главный прием джиу-джитсу. Видимо, любит работать снизу. Да, сейчас закрывает гард. Явно-таки его позиция. Что будет делать? Подкручивается, берет под бедро. Сейчас он будет атаковать рычагом локтя. Получается, у него свип. Да и атака рычагом тоже будет. Очень хорошая позиция. Хороший спайдер-веб. Сейчас будет спасаться Черненко отсюда. Получится ли? Или разорвет рычаг? Шутко. Не получается у него разорвать. Все-таки Черненко защищается. Что ж, хорошая защита, но очень плотный Шутко. Сейчас он получает маунт. И все равно позиция для Виктора остается, ну, крайне хреновой. Будем откровенны, да? Пытается заправить языкиль Шутко. Нет, это его не получается сделать. Черненко бдит. Какие атаки еще предложит Константин с этой позиции сверху? Подтягивает локти. Возможно, это будет опять же рычаг локтя. Можно закрыть треугольник отсюда. Ну и вообще из маунта, понятно, атак великое множество. Руки пока держит аккуратненько при себе. Черненко атаковать не дает. И сейчас вот даже делает попытку восстановить гард. Отжимает бедро оппонента. Что будет делать Константин? Будет атаковать ноги. Да, очень быстро закручивается на рычаг колена. Это победа. Очень-очень быстрый рычаг колена. Да на рычаг локтя мало кто так быстро может подкрутиться. Очень круто. А в этой схватке победу держал Константин Шутко. Парень занял удобную позицию. Вот. И вышел на колено как раз. То, которое болит. И в принципе не хотелось рисковать. Ну я думаю, что мы и так бы могли нарком скорее всего доделать. Вы знаете, что я в день не борюсь. И стратегия победить. Я действовал в своем стиле. Я не думал о том, что мне нужно именно сделать болевой на ту новую, которая у него травмирована. Я делал все свое. Я работал в свою технику. Я работал над тем, чтобы добраться до болевого. Кого-либо. Это было видно с самого начала славы. Когда я начал с гардра сходить на армбар. И мог в принципе его закончить. Только рука предательского сквозного из рук моих. И когда мы уже перевернулись, я просто понимал, что эта нога рядом. Она свободна. Я могу это делать. Я сделаю это. Стратегия одна. А своя работа. Идти вперед. Итак, друзья. В следующие встречи нашего вечера сойдутся. Сергей Красовский. Город Кропивницкий. Роман Непота. Также представитель города Кропивницкий. Сергей Красовский. Самый молодой участник нашего турнира. Ему всего 17 лет. Против 24-летнего чемпиона Европы и BGGF Романа Непота. Желаю удачи. Время. Начали. Итак, смотрим. Очень титулованные господа. Что же будет происходить в этой схватке Ги? Очень синхронное, должен сказать, первое действие. Непота пытается пролететь буквально-таки гард Сергея. Нет, у него это не получается. Красовский вяжет. Сейчас заправляет, кстати, Деллахиву. Что будет делать? Неужели будет подкручивать, делать берембола? Да, именно это делает. Может даже забрать спину. Нет. А Роман, кстати, контратакует рычагом колена. Нога-то там, собственно говоря, осталась. Нет, Красовский меняет угол, подкручивает бедро. Не получается у Романа вырвать рычаг колена. А у Красовского не получается забрать спину с помощью берембола. Что ж, много технических действий с самого начала. Ну и, собственно говоря, сейчас у нас будет какая-то, видимо, заруба на ногах. Что-нибудь в этом духе. Непота круто прыгает и с таким прыжком пытается взять то ли гильотину, то ли анаконду. Второй раз повторяет этот прием. Нет, у него таки не получается. Красовский снизу из гарда достаточно уверенно работает. Требя, ну. Останавливает поединок. Сейчас будут борцы перенесены в центр ковра. Готов. Начали. Погнали. Красовский снизу, Роман проходит его гард. Есть халлгард у Красовского. Нет, Непота практически его прошел. Очень хороший грэплинг у нас, техничный. Пройти Красовского не получается. И есть такой захват интересный на руке у Непоты для Красовского. Ну, конечно же, приема здесь не будет. Роман легко освобождает эту руку. Ну и, собственно, будет продолжать попытки пройти гард Сергея. Сергей закручивается. Хочет атаковать ноги. Непота, собственно, отвечает примерно тем же на ногах. Явно-таки он не собирается уступать своему молодому оппоненту. Сергей встает. И вот теперь он будет проходить гард. А что будет делать снизу Роман? Хочет скрутить стопу Сергей Красовский. Но Роман Непота не дает даже примерно, приблизительно это сделать. Так, и что? У нас очень хитро закрученный узел из ног борцов. Что из этого получится? Ну, к сожалению, ничего. Просто снова сверху оказывается Роман Непота. И снова он будет проходить гард, либо атаковать ноги. Видимо, хочет пройти гард. Особо попыток атаковать ноги от Романа мы пока не наблюдаем. Но видим попытки прохода. Красовский теперь атакует ногу Романа. Получится ли из этого действия что-то? Нет, Непота защищается уверенно. И все еще Непота пытается пройти гард. Толчат взял колено. Смотрите, какое падение на рычаг колена. Мощное, быстрое. Но нет, там не законтролировано бедро. Сергей вовремя успел отреагировать и, собственно говоря, вытащить свое бедро. Атака не получилась, но было близко. И очень-таки неплохо. Красовский снова снизу. Непота сверху. И мы уже видели, что атаковать ноги он вполне себе тоже любит. Сейчас вот лэгдрэк такой пытается сделать Непота. И почти проходит гард, кстати, Красовского. У Красовского там есть какой-то захват, а Непота его уже раскатывает. У Красовского есть захват голени. Нет, болевого здесь не будет, хотя нога Романа выглядит достаточно нефизиологично. Зато у Романа есть захват на шею оппонента. И он распластал сейчас Сергея. В принципе, только этот захват удерживает Романа Непоту от того, чтобы пройти гард Сергея. Учитывая захват, там есть еще и ручной треугольник. Да, берет ручной треугольник, давит. Возможно, это будет сдача очень плотно. Не успел защититься Сергей. Развернуть руку. Сдача. Победа Романа Непота. Очень круто технично. Просто не успел отреагировать на этот прием Сергея. Развернуть руку и, собственно, спастись от ручного треугольника. Круто. Об этой схватке победу одержал Роман Непота. У нас было хорошее выгодное положение. Не удалось, не хватило силы вытянут его ногу. Взял у меня болевой наводушающий. Называется треугольник руками только. Там у Романа силы много и тяжело было выбраться. Поэтому я его не задушил. Важение там очень было плотное. И вырваться было очень тяжело. Переживаний у меня особо не было. Но оправданий нет. Роман просто у меня сильнее. Ну вот так только сказать. Настроиться по-другому. Настроиться более физически, психологически. Буду страдаться. Делать болевой. Я думаю, то, что я и говорил перед поединком, психологический фактор. То есть Сергей допустил ошибку. Он начал атаку и остановился. И позволил мне самому атаковать. Ну и попался на удушающий. Победа в поединке ноу-ги меня никак не расслабит. Я настроен и мотивирован идти дальше. Итак, друзья. Очередная встреча нашего вечера. Уже в формате ги сойдутся. Виктор Черненко. Город Днепр. Константин Шутко. Город Кропивницкий. Константин Шутко. Человек, явно знающий толк болевых на ноги. В ноу-ги схватка закончилась рычагом колена. Смотрим ги. Время начали. Отмечал Виктор Черненко, что ги это совсем не его история, не его специализация. Тогда как Шутко, насколько я понимаю, в ги очень даже борется. Ну что ж, у нас обоюдный такой гардпул. Инициировал его опять же Константин Шутко. Как будет действовать спортсмен? Давайте посмотрим. В прошлом поединке мы увидели Берембола. И, кстати, в этом сейчас тоже пытается что-то подобное закрутить Константин Шутко. Но нет, Беремболить он не будет. Что же будет делать? Пытаются брать сейчас спортсмены захваты друг на друге. Не давать выгодные захваты своему сопернику. Снизу хочет работать Константин. Да, вот как будто бы сейчас он закроет прямо гард на своем оппоненте. Закрывает гард. Есть опять позиция закрытого гарда, из которого Шутко мы уже видели, как умеет работать. Трудная ситуация для Черненко, потому что явно-таки атакующая позиция сейчас у Константина Шутко. Хотя, казалось бы, он снизу берет Лапел. Что будет делать с Лапелом Шутко? Давайте понаблюдаем за судьбой этого Лапела. Опять подворачивается. Опять будет делать флауэр свип. Очень круто это делает Константин Шутко. Явно-таки это какая-то его коронка. Получится ли? Да, переваливает оппонента Константин Шутко. Еще один очень крутой, красивый, амплитудный флауэр свип. Снова есть маунт. Идеальное исполнение свипа с выходом последующим в маунт. Какие атаки отсюда предложит Константин Шутко. Сейчас, кажется, у него есть захват от ворота. Не особо видно с этой позиции. Но, в принципе-то да. Почему бы, собственно говоря, и не душить, раз у нас есть куртка. Да, берет от ворот, берет ногу. Сейчас будет лук и стрелы. Пытается задушить с помощью приема лук и стрелы Константин Шутко. У него есть для этого все, в принципе. Все захваты багровеет голова Черненко. Что, будет ли сдача? Он защищается. Видно, что, кажется, дышать может. Но тяжело ему сейчас. Тяжело приходится Виктору Черненко. Шутко давит. Ну, возможно, отпустит. Не получается у него сделать удушение. Кажется, Черненко сдаваться не собирается. Хотя цвет его головы говорит нам о том, что, возможно, это таки произойдет. Наблюдаем за этой схваткой. Нет, все-таки Шутко отпускает. Окей, что ж. Черненко снова защищался. Оказывается, удушения здесь не будет, потому что, ну, нет там уже плотного захвата. Да, провел свои руки Черненко и защитился. Окей. У нас есть бэкмаунт для Константина Шутко. Давайте посмотрим, что будет придумывать он отсюда. Кстати, крестит ноги Константин Шутко. Все эксперты уже приглашаются в комментарии, чтобы писать Шутко о том, что он неправильно борется и о том, что из бэкмаунта ни в коем случае нельзя крестить ноги. Ну, а тем временем Виктор Черненко уже перевернул соперника. Он находится сверху. Но, как мы знаем, для Шутко это совсем не проблема и никакая не невыигрышная позиция. Наоборот, что сейчас делает Черненко не совсем понятно, потому что Шутко отсюда атакует очень круто. Итак, ну, практически как веревками связан сейчас Черненко. На самом деле, что ему делать, я не знаю. Как вы видите, ему трудно очень держать баланс, да, и сажает на задницу его Константин Шутко. Отсюда может быть свип вполне с этим захватом на вормгард вполне можно свипануть. Что и будет делать Шутко или нет? Да, пытается встать. Черненко защищается. Встает сам, не хочет он ложиться на спину, хотя может быть и зря. Кстати, вот круто подворачивается Шутко, сейчас на рычаг локтя выходит, что? Будет сдача? Да, победа Константина Шутко своим фирменным рычагом снизу из гарда снова побеждает. Отлично, технично, что сказать. Красавчик. Константин Шутко. К сожалению, в ГИ тоже потерпел поражение. Парень молодец. Отработал хорошенько. Тоже поймал на тот же самый свип. Залез в маунт. Ну, дальше, конечно. Вышел на луки стрелы, не доделал. Ну, отлично провел, очень плотно провел встречу. Желаю хорошей борьбы ему, зрелищной. Пройти как можно дальше в этом турнире. Ну, вот он молодец. Да, мне удалось победить в ГИ и в НОУГИ. Отличие было только одно. Если я в НОУГИ полностью начинал первым работать, соперник при этом пассивничал в каких-то моментах, он не включался, он не работал первым номером, и я это вот забирал под себя и работал. Если смотреть уже на ситуацию в ГИ, которая была, мой соперник начал как-то работать. Он решил работать первым номером. Он решил взянуть мои ноги, чтобы сделать болевой. Но, когда ты встречаешься с соперником, выше тебя классом, либо одинакового класса, в лоб идти нет смысла. Из-за этого я, можно сказать, переигрался с соперником. Я зашел в ту же позицию, что была и в НОУГИ. Я ввязал также перевернуть. Зашел на один болевой. Понял то, что я не дотянул, и соперник начал выходить. Я сменил позицию, я начал работать по-другому. Я взял свой гард, я взял ворнгард и понимал то, что соперник допустит явную ошибку, которую допускают ноги ребята. Он отдаст мне руку вперед, когда я буду подкручиться под него. Это случилось. Я словил эту ошибку, забрал эту руку, выиграл схватку. Итак, друзья, сейчас реванш. Уже в формате гиф, кимоно. Сергей Красовский, город Кропивницкий. Роман Непота, город Кропивницкий. Сергей Красовский, Роман Непота. Спортсмены явно одного уровня, но разных возрастных категорий. Роман выиграл в НОУГИ. Что же будет в реванше? Начали. Итак, смотрим схватку в ГИ. Как мы уже говорили, примерно одинаковый опыт у этих ребят, но разные возрастные категории. Сергей Красовский у нас юниор. Что ж, двойной гардпул. Насколько я понимаю, у обоих и у Романа Непота, и у Сергея Красовского основная специализация это именно ГИ. Тем интереснее нам будет наблюдать. Закручивает беремболой сейчас такой вот Роман Непота. Интересно, что он хочет делать? Атаковать ноги, может быть забирать спину? Ну, пока непонятны эти действия. Контрит Сергей Красовский, как-то вот кручение Романа Непоты пока что не приносит ему результатов. Никаких ног заблокировать там не получается. Забрать какую-то позицию тоже. Никто не собирается вставать. Никто особо не торопится проходить гард оппонента. У нас Submission Only. В принципе, это вполне себе объяснимо. Действительно, зачем проходить гард, если можно не проходить гард? Можно делать леглоки вот из таких позиций. Достаточно хитро сплетенный узел из ног. Снова мы наблюдаем. Интересно, в какую сторону и как он развяжется. Сергей Красовский сейчас пытается оформить свип. Роман Непота не особенно ему это дает. Сохраняет вполне себе равновесие. Захватывает плотно сейчас правую ногу Красовского. Что он будет делать с этой ногой? Зачем она ему нужна? Давайте понаблюдаем за развитием этой ситуации. Какова будет судьба ноги Сергея Красовского? Не особо видно с этого ракурса. Кажется, уже отпустил Роман Непота там ногу. Да, свободна нога. Но захвачена левая нога. Подкручивается Непота. Пытался проатаковать ее. Красовский все это прекрасно пока что чекает. Ну что ж, такими одинарными атаками Красовского видимо не взять. Нужно что-то комбинировать. Теперь снова захватывает Роман Непота правую ногу. Но ничего не дает с ней Красовский сделать. Непоте приходится вставать. И это не получается. Красовский почти сделал свип. Нет, Непота все-таки встал. Окей, ну так сказать обнуляемся. Что будет происходить с такой позиции? Почти прошел гард. Почти прошел гард Роман Непота. Проходит в другую сторону. Красовский подкручивается. Опять же пройти не дает. Снова видим ту же самую позицию. Оба сидят. Окей, окей. Возможно темп схватки сейчас как-то немножечко подуменьшится. Потому что технически, да, действительно господа друг друга стоят. Срывает все захваты Роман Непота. Вообще не дает себя контролировать Сергею Красовскому, что правильно. Лапел берет Сергей Красовский. Нет, он ему не особенно нужен. Да, непонятно, что с ним там можно было придумать. Окей, ждем сабмишины. Ждем атак. Вот теперь сверху оказывается Красовский. Нет, ненадолго. Хочет атаковать ногу рычагом колена. Роман Непота не получается. Очень вовремя круто прокручивается. Сергей Красовский и уже спортсмены вышли за ковер. Сейчас, наверное, их будут возвращать. Возвращать. Нет, продолжает атаковать Роман Непота. Красовский выкручивает свои ноги так, что атаковать их не получится. Я не думаю, что здесь сейчас будет какая-то опасная атака со стороны Непоты. Да и со стороны Красовского тоже. Держит Непота левую ногу Красовского. Но как-то Красовский не хочет особо отдавать ее на болевой прием. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Да, все-таки останавливает рефери этот поединок. И спортсмены будут оттащены в центр ковра. Выглядит прикольно, да. Согласен. Выглядит прикольно. Если вы до этого не смотрели какие-то соревнования по грэпплингу, то стоит посмотреть уже ради этого. Окей, ноги отломать не получилось. Роман Непота будет проходить гард. Хотя, на самом деле, между проходом гарда и атаками ног разница во времени может быть буквально секундная. Смотрите, снова раскатывает Роман Непота своего соперника. Примерно это же мы наблюдали в раунде ноу-ги. Но в этот раз Сергей Красовский уже пройти себя не дает. Отлично быстро восстанавливает гард. Явно видно, что Красовскому в ги намного комфортнее, чем в ноу-ги. Пытается вставать Непота, Красовский его роняет. Встает Непота, Красовский снова его роняет. Ну и вот у нас такая достаточно статичная позиция. Чтобы не делал Непота с закрытым гардом на себе, наверное, да. Сначала нужно раскрывать гард. Не особо получится пройти вот так на ногах, имея закрытый гард на своем корпусе от Сергея Красовского. Красовский снизу, берет свои захваты. Непота будет гард таки раскрывать. Да, явно таки нужно это сделать. Ну, а Красовский, видимо, хочет свипнуть, да. Перевернуться как-то, подкрутиться. Вот сейчас атакует на скручивание стопы. Роман Непота. Нет, не получилось у него это сделать. Слишком, наверное, очевидная атака. Не пронять такими простыми одинарными атаками Сергея Красовского. Снова атакуют ноги Непота. Есть у него захват на ахилл на левой ноге. И стучит, стучит Сергей Красовский. Это победа Роман Непоты. Посмотрите, просто феерия болевых на ноги у нас сегодня. Очень плотный и быстрый, что самое главное, ахилл. Вообще, побеждать ахиллом на таком уровне, это очень круто. Победу одержал Роман Непота. Я, наверное, хуже настроился. Потом, после проигрыша, больше настроился на победу. В гимнону тоже так же проиграл. Болево на ногу, ахилл. Ничего страшного, может, где-то я не дожал. Не упал больше силы. Ну, всякое может быть. Поэтому хочу пожелать Роману дальше успехов, чтобы он выиграл в это соревнование. Занял первое место. Такая ситуация, что мы основное время проводим в кимоно. Мы без кимоно очень мало боремся. Поэтому Серега, я ожидал, что он покажет очень хорошую борьбу. Была очень достойная схватка. Серега включался на все 100%. Ну, видимо, Витя допустил ошибку, оставил ногу. Я забрал захват хороший и сделал ему болевой. Но, тем не менее, Серега был на очень высоком уровне. Закончились первые четвертьфиналы. Я поздравляю ребят, которые прошли дальше. По традиции мы попрощаемся с теми, кто покидает наш проект. И сегодня узнаем имена остальных четвертьфиналистов. И уже скоро будут известны первые, не первые, вернее, а наши полуфиналисты. Давайте попрощаемся с парнями. Начинаем жеребевку. Итак, карты на стол. Итак, у нас определились очередные схватки четвертьфинала. Илья Гасюк, Сергей Коркач. А также Ярослав Блажко, Влад Яросчук. Ну что, пацаны, отборолись четвертьфинале. Классные были схватки. Начнем с тебя, Серег. Ты боролся с Ромой Непотой. Как так получилось, что ты дал вот именно, несмотря на такую разницу и в возрасте, и в опыте, ты дал абсолютно равный поединок, как по мне. Я думаю, это зависит от настроя, как я настроился, скорее всего. И я уже к ним привык, и я тоже набрал и массу, и во время карантина сделали физо и так далее. Ну, я считаю, это все отмазки, то, что я там младше его и так далее. Надо просто больше на себе работать и больше тренироваться. И я думаю, уже скоро его догоню и буду его лучше. Еще такой момент, я обратил внимание, что в Ноу-Ги как-то не так уверенно, в Кимоно было прям абсолютно равность. Почему так? Почему такая разница между этими двумя схватками была? Я думаю, после Ноу-Ги я собрался духом, набрался злости и начал более агрессивно работать и стал тоже начинать работать, атаковать его. Мне кажется, недоразогрелся в Ноу-Ги. Уже добавлю, ты знаешь, я как со стороны рефери, у меня немножко ближе все было, да, чем всем остальным ребятам. И мне вот понравилось, ты хороший темп задал в Ги, да, и на какой-то момент показалось, что где-то Рома уже в твой темп не успевает. Ну, видишь, наверное, где-то чуть-чуть все-таки приостановился и Рома этим воспользовался. Ну, мне очень понравилось, как ты отборолся и тот темп, который ты сделал, он был, конечно, классный. Витя, я знаю, что накануне, буквально за несколько дней перед выходом четверти в швенал ты получил травму колена, но восстанавливался, там, мазями ходил, мазал и все-таки решил принять участие. Как ты вообще себя чувствовал вот перед схваткой, то есть как твое состояние было и психологическое, и физическое? Физическое нормально, замотал колено чем мог только, вот, намазал чем мог, там, выпил все, что мог. Вот, физически все, в рамках легальных карантинных мер, все, что мог, а морально, конечно, может быть, это оно поддавливало немного на меня, хотя, типа, от этого отвлекался, и Валентин мне пытался отвлечь, ну, как-то думал, что разгрузился, но вышел на схватку первую, и как в ступоре каком-то начал, и оно так все-таки шло, и шло, и шло, и шло, плюс еще Костя знал такой темп, хорошую плотность такую хорошую, я как-то не включился, и вот оно таки вышло. Знаем, что в ги, в кимоно ты не выступаешь, практически не тренируешься, ну, тем не менее, ну, он зашел, был тебе на тему очень плотный, такой удушающий, вот, интересно твое ощущение, потому что я видел твое лицо, эти вены, и, ну, ты проявил характер и смог выйти, это, редко люди с такого захвата выходят, то есть это такой уже достаточно плотный захват. Отличные ощущения были, особенно когда вышел, он меня душит, он меня душит, я смотрю на, как парни смотрят на меня, думаю, ничего себе терпит, и оно так одушевило меня на этот выход с этого удушающего. Да, это было зрелищно, я думаю, там крупным планом снимали, потому что... Я немножко добавлю по поводу Виктора, я как его тренер, да, и частенько на соревнованиях у него есть такая проблема с психологическим состоянием, да, то есть он всегда выходит и очень сильно горит, и вот ему нужно отдельно порычать, там что-то куда-то пойти, чтобы немножко выплеснить свои эмоции, тогда он немного проще выходит на схватки свои и показывает какой-то результат. Молодцы, ребята, поздравляем вас с участием, неважно, выиграли, проиграем, все равно поздравляем вас с полученным опытом. Ну что, прошел очередной день схваток, в очередной раз вам удалось сделать по два сабмишна, заработать премиально от организатора сабмишна, это, конечно, приятно. Ром, так получилось, что ты попал на Серегу Красовскую, это твой одноклубник, очень понравились мне техничные схватки, и Серега хорошо настроился, и мне показалось, что в кимоно он уже решил отыграться, и так был более агрессивен и более настроен, ты почувствовал, ты почувствовал? Да. Когда в кимоно мы начали работать, я пытался закрыть сразу треугольник, и он сразу ставил колено, я не успел закрыть ноги, и он начал уже атаковать, уже мне пришлось это снимать захваты, уже мне пришлось защищаться, и потом, не знаю, что произошло, он как-то начал ноги оставлять, он захватывал, стали какие-то не такие жесткие, и мы боролись, я вижу, что он оставил просто ногу, нога болтается, я взял захват, почувствовал, что очень хороший захват, то есть прям под пятку был, просто разился на живот, он сдался. Костя, сегодня ты выходил на схватку очень настроенным, что в ги, что в нау ги, я заметил, что в каждой схватке у тебя или случайно, или наверняка попадалась та нога, которая у Виктора была травмирована. Как у тебя была стратегия на схватку, чтобы выходить на ноги, именно на ту ногу, которая была травмирована, или это случайность, которая стратегически так попалась? У меня не было такой стратегии, что я должен выходить на его больную ногу, так попалась, вот та карта легла, вот оно так получилось, я вышел в ту позицию, когда вот я вижу, нога есть, я не думаю о том, что она больная, не больная, она есть, я могу делать что-то с ней, я вышел на болевую, это было в нау ги, а в ги была другая ситуация, я не работал над его ногами, они мне там не попадались, так сказать, я работал над позицией, старался заходить на другие болевые, используя кимоно, и слоило ошибки. Петрух, как тебе схватка Костина? Тоже прокомментируй, пожалуйста. Костик, да, тоже очень интересно боролся, опять же тоже повторюсь, было явно видно у Костика технический арсенал более сильный, видя как бы первые минуты посопротивлялся, дал отпор, но тоже может опыта немного не хватило. Ладно, настраивайтесь на дальнейшие схватки и желаю вам победы. В следующем выпуске ЛВТМС Влад Ярощук сразу пугает Ярослава Блажко своей физической формой. Так потрясающе, бицушку накачал, чувствую себя хорошо. Но у последнего уже подготовлена тактика на этот поединок. Я буду стараться работать агрессивно для того, чтобы не дать ему воспользоваться своим преимуществом, своим весом. В другой схватке Илья Гасюк и Сергей Коркач обменялись скромными пожеланиями о предстоящей встрече. Своему сопернику я могу пожелать удачи, хорошей борьбы, увидимся на ковре. Хочу побажать своему сопернику удачи и хайце будет действительно видовищной и гарной боротьбой. Львы ТМС. Украинский прайд.